Пропагандисты и представители власти РФ постоянно кричат, что они воюют не с Украиной, а с НАТО. И вот спустя почти 9 месяцев полномасштабного вторжения Польша, которая как раз таки является членом НАТО, почувствовала на себе российскую агрессию. Это случилось после того, как так называемая вторая армия мира нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате одна из ракет упала на польское село Пшевадув. К сожалению, не обошлось и без жертв. Двое мирных жителей Польши погибли на ферме. После инцидента возник резонный вопрос. Как же отреагирует мировое правительство на трагедию? И что же говорила страна-террорист, которая по факту на каждом шагу делает колоссальные ошибки, взрывая себя и свой народ на самое глубокое дно Марианской впадины? Пока все в социальных сетях опасаются Третьей мировой войны, мы обсудим детали и последствия, которые несет в себе трагедия в польском селе. Как всегда, коротко и эксклюзивно. Меня зовут Семен, канал Мегашо ТВ. Начинаем! Действия Польши, НАТО и Украины В селе Пшевадуф, который находится в пяти километрах от границы с Украиной, случилась трагедия, забравшая жизнь двух людей. Польская сторона об этом сообщила 15 ноября. Это произошло в 15.40 по Варшаве, что как раз совпадает с масштабной ракетной атакой РФ по Украине. Изначально появилась информация о внезапном взрыве трактора, въехавшего на платформу на мостовых весах. Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что на территории фермы образовалась воронка, а рядом с ней лежал перевернутый трактор. И все поняли, что на самом деле произошло. В результате трагедии в срочном порядке был созван Комитет Совета Министров по делам национальной безопасности и обороны Польши. Его созвал премьер-министр Матеуш Моровецкий. Тем же днем польской стороной было принято решение привести войска в боевую готовность. Сам президент Польши Анджей Дуда созвал совбез, а также настоял на срочной встрече членов НАТО. Глава государства провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. После этого он позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. В мире очень сильно запахло жареным. Польша является членом Альянса. И если на нее кто-то нападет, то это запускает пятую статью Устава НАТО, которая подразумевает, что любое вооруженное нападение на одну из стран Альянса считается вооруженным нападением на всех. Но про нее никто даже не заикался. Изначально Польша запросила использовать четвертую статью НАТО. Согласно ей, стороны будут проводить совместные консультации, когда по мнению любой из них территориальной целостности, политической независимости или безопасности, любой из стран угрожает опасность. Но потом поляки приняли решение ее не задействовать. И давайте разберемся почему. Президент Польши отметил, что нет доказательств, кто же на самом деле запустил ракету. Известно только, что это ракета, скорее всего, российского производства. Но расследование не выявило признаков умышленного нападения на Польшу. И вот эта фраза, я думаю, и есть самый ключевой и главный момент. И может быть, два варианта, как так получилось, что на территорию Польши упала ракета. Первая версия – это прямой запуск ракеты России. Либо через ее криворукость, либо как провокация. Либо любой другой вариант. В сети даже ходила шутка. Что, мол, когда у тебя приказ нанести два удара по Киеву и Львову, а ракета осталась только одна. А вторая версия, что это ракета украинского ПВО. Давайте же рассмотрим каждую из этих версий. Если ракету запустила Россия, то это как бы не было прямое намеренное вторжение или нападение на Польшу, которое можно было бы расценивать как войну и запускать пятую или хотя бы четвертую статью. Даже если эта ракета была провокацией со стороны России, то история знает много случаев, когда военные какой-то страны убивали мирных жителей другой страны по случайности. В основном такое случается в инцидентах с самолетами. К примеру, 1 сентября 1983 года недалеко от Сахалина был сбит южнокорейский Боинг 747. Он летел из Нью-Йорка через Анкоридж в Сеул и немного сбился с курса. Погибли 269 человек. В СССР сначала, как всегда, заявили, что не знают, где самолет, а потом признали. По лайнеру открыл огонь советский истребитель, который посчитал его самолетом-разведчиком. А через пять лет, в июле 88-го, над Персидским заливом был сбит иранский Аэрбас. Он двигался по маршруту Тегеран-Дубай. Погибло 290 человек. В лайнер попала американская ракета. В США признали, что на американском корабле приняли пассажирский лайнер за атакующий истребитель и открыли огонь. А еще печально известный для всех украинцев сбитый иранскими военными Боинг 737 авиакомпании МАУ, который привел к 176 смертям. Ни один из этих случаев не запускал автоматически войну одной страны против другой, так как это не было фактом открытого нападения. Может показаться, что в данном случае я как-то оправдываю действия РФ, но это не так. Их действиям нет никаких оправданий. Даже близко. Это зверские, ужасные и нечеловеческие преступления. Просто нужно понимать действия стран НАТО и Польши в частности. Почему, например, тут не может быть применена пятая статья? Ведь для нее должно быть доказано целенаправленное нападение. Если говорить начистоту, то если бы НАТО захотели, то они бы давно вмешались в войну в Украине напрямую. Но они этого не хотят. И тут нам не стоит их как-то за это упрекать или как-то судить, потому что они и так помогают как только могут. А то если постоянно верещать, что они мало помогают и делать это в грубой форме, то тут можно получить эффект Илона Маска. В Белом доме и в Госдепе также озвучили начало расследования падения ракет в Польше. США хочет выяснить, было ли это случайностью или реальными планами РФ осуществить атаку по одному из членов Альянса. В любом случае в Вашингтоне убеждены, что в инциденте виновата именно российская сторона. Также предположение вынес представитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон. Он отметил, что не имеет значения, что именно упало на территорию Польши. Российский снаряд или украинская ракета ПВО. Ведь мы, украинцы, имеем право на самозащиту и уж явно не собираемся нападать на Польшу, которая помогает украинцам очень сильно. За что ей огромное спасибо. При этом в Альянсе отметили, что не видят признаков подготовки России к нападению на страны НАТО. Однако НАТО решило усилить систему ПВО на восточной фланге. А само расследование продолжается. Как отреагировали в России? Как я говорил в начале видео, российские пропагандисты все время кричат, что они воюют с НАТО. Но когда впервые за войну вышло так, что их слова могли стать реальностью, в Кремле сели на пятую точку капитально. Министерство обороны России отличается постоянным молчанием. Они молчат каждый раз, когда обстреливают обычные гражданские дома. Они молчат, когда пытаются оставить без света украинский народ. Больницы, реанимации, детские сады и школы. Они молчат, когда в очередной раз убегают из преступно захваченного города. Но тут их почему-то прорвало. Они со всех щелей начали трубить, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не было. Простыми словами, они снова заявляют об открытой провокации со стороны Украины. То есть, значит, выпускают под 100 ракет по территории Украины. Но вот в Польше уж точно не их ракета. Как там говорится, это все украинцы, которыми, как всегда, управляет Америка. Уж не знаешь, что и делать. Плакать или смеяться с этих тупых оправданий. Но больше меня всего поразили кремлевские пропагандисты. Маргарита Симоньяна сравнивает Польшу с Белгородской областью. Владимир Соловьев, который с пеной у рта, все время говорил, что Россия воюет с НАТО. Сейчас как-то забыл обо всем и утверждает, что РФ пытается втянуть в противостояние с Альянсом. Отдельно хочу сказать про реакцию Путина в данной ситуации. Это трусливое молчание. Вообще, я всеми силами пытаюсь понять зазомбированный мозг россиянина, так как думаю, если мне удастся это сделать, понять, как он думает, то мне удастся открыть ему глаза на правду, на то, каким народом стала Россия благодаря Путину и его так называемой команде. Но у меня пока не получается. Я не могу понять, как они думают, как они в это все верят, как можно верить в лидера, который является абсолютно стопроцентным трусом, который даже не может высказать свое мнение, который сидит за 50-метровым столом, прячется в бункере, снимается на хромакее и посылает на улицу только своих двойников. Зато он не боится отправлять своих солдат, вооруженных с гнившими автоматами, полураздетыми, без каких-либо бронежилетов, на верную смерть. И они покорно идут. Почему обыватель РФ не задумывается о том, что когда-то великий бункерный Карли говорил, что могучая и великая Россия пришла освобождать людей от угнетения, как, например, в Херсоне, который, кстати, он говорил с Россией навсегда. Но вот когда Херсон наконец-то вернулся под контроль Украины, Херсон вернулся домой, Путин молчит. Он даже побоялся высказать поддержку тем, кто в него почему-то верит. А все почему? Потому что он трус. Как можно поклоняться трусу? Как это делает куча россиян, я не понимаю. Может, вы понимаете это? Напишите в комментариях. Кто виноват? И вот вы спросите, Семен, так кто же на самом деле виноват в случившемся? Что если это наше ПВО сработало? Как бы это странно ни звучало, но в данном случае нет вообще никакой разницы, была ли это ракета российская или же это украинское ПВО. Идет полномасштабная война, о которой знает весь цивилизованный мир. Все видят российскую агрессию и то, как военные преступники разрушают дома и целые города. Россия нападает, и это факт. Россия террорист, и мы в этом все убедились. Поэтому виновником происходящего есть только огромная сторона агрессор, власть которой возомнила из себя империалистов. Уж простите меня, что я иногда разъясняю все так на пальцах, но вот вам аналогия. Представьте, что вы живете на улице, и рядом стоит два соседних дома. В самом крайнем слева живет Петрович, обычный алкаш, который каждый день ловит белку. На этот раз ему привиделось, что в соседнем доме, где семья отмечала день рождения ребенка, какие-то шумы и разборки. Он, как отмороженный сосед, решил взять гранату и помочь соседнему дому справиться с проблемами. В результате из-за взрывных волн не только соседний дом пострадал, но и ваши окна. Внимание, вопрос. Так кто же виноват? Неужели второй дом, где в семейной обстановке отмечали праздник? Что бы ни говорила российская сторона, это обычная лапша быстрого приготовления, которая может висеть только на ушах ватников. Но, скорее всего, данный инцидент не был спланирован Российской Федерацией. Вспомните угрозы по типу «Киев за три дня», «Херсон навсегда с Россией» и другие высказывания пропагандонов. Они способны лишь угрожать и наносить вред критической инфраструктуре Украины. Но с альянсом все по-другому. Хоть они по ящику давно угрожают членом НАТО, случай с Польшей никак не входил в планы Кремля. Простыми словами, Путин и вся его шайка обосрались. Как бы они ни гордились своей второй армией мира, они не могут захватить Украину. Что уж говорить про членов альянса. В Кремле хоть и глупые люди, но им еще жить хочется. А война с НАТО их полностью уничтожит. Какие будут последствия? Обстрел украинской инфраструктуры угрожает безопасности соседних государств, на территории которых размещены в том числе и линии электропередач, связывающие Украину и Европейский Союз. Произошедшая трагедия при любых итогах расследования дает Киеву повод в очередной раз поставить перед Западом вопрос о закрытии неба над Украиной. Это делается для того, чтобы предотвратить трагические последствия дальнейших ракетных обстрелов городов и критической инфраструктуры не только нашей страны, но и, как мы видим, и соседних государств. Да, хотелось бы закрытие неба, но в Берлине вновь прямо заявили, что создание запретной зоны для полетов над Украиной таит в себе риск эскалации конфликта. То есть наши западные партнеры продолжают избегать прямого военного конфликта с Россией, который каждый день угрожает ядерным оружием. Этой политике уже все 9 месяцев придерживаются Вашингтон, Париж, тот же Берлин и другие страны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит поддерживать Украину и ее право на самоборону. Будут предоставлены системы противовоздушной обороны. Также в Польше на восточном фланге НАТО будут развернуты дополнительные системы ПВО. По сути, случившийся инцидент это сварившееся яблоко на Исаака Ньютона. Он заставляет задуматься и принять верные решения членам НАТО. Я имею ввиду, что оружие, особенно ПВО, будут давать больше, так как с каждым днем на Западе до всех доходит, что если Россию не остановить, то она пойдет дальше. И вопрос ядерной войны это вопрос лишь времени. В их же интересах помочь Украине выйти победителем в войне. И я надеюсь, что мы наконец-то сможем получить дальнобойные ракеты к Хаймарс, достаточное количество противовоздушной и противоракетной обороны именно НАТО ведь у нас очень много установок ПВО, которые относятся к советскому типу, что влияет и на эффективность. Также Запад должен в очередной раз ужесточить санкции в отношении России и ее руководства. В начале войны я говорил, что санкции эффективны, но, к сожалению, чтобы они стали эффективными, нужно время. И вот сейчас у России времени уже почти не осталось. Огромное всем спасибо, что смотрите мои видео. Поддержать нашу работу вы можете финансово на Патреоне или прямым переводом на Пейпал. До побачення, пани Тапановы. Все буду, Украина.